Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Ливовод «Повеление сердца Рабаэйны Бахи» У нас идет 104 урок Находимся в вратах пятых Называется «Посвящение наших дел» Сегодня занятие последнее Мы пришли к последнему разделу Он короткий, надеюсь мы его успеем Раздел шестой Пятый раздел мы с вами учили Много-много занятий Этот раздел более короткий Подводит общий итог И не только общий итог Сейчас увидим, что тут находится Как всегда под конец практически Самое основное Вот что я хотел бы сказать тебе Об осторожности в мысли О том, как хранить ее Так это начинается Прямо чуть ли не в середине Почему Может так показаться Это только для тех, кто Не следит за последовательным Изложением материала Все врата пятые То есть посвящение наших дел Мы с вами разбирали Каким образом служение Человека Служение Оно может быть действительно Во имя Всевышнего И разобрали со всех сторон Что может этому помешать Как дурное побуждение Оно уводит у нас От этого исполнения Речь шла о Служению Скажем Одним определением В действии Тут он переходит Уже к Совершенно Другому Другому уровню Другая сфера Это То что находится У человека В мыслях Мысль Мысли Они И Должны Сами по себе Так же быть Направлены Во имя Всевышнего То есть И они должны быть Посвящены ему По-видимому Самое сложное Что есть Может быть Поэтому Он говорит об этом Так коротко Давайте прочтем Что он говорит вначале А потом Постепенно Постепенно Разберем Ну по крайней мере Общее понимание В какую сторону Все это идет У нас уже есть Снова Вот что я хотел бы Сказать тебе Об осторожности В мыслях И о том Как хранить ее Чрезвычайно важно Для тебя Не уклоняться От того Чтобы следить За своими мыслями Идеями Побуждениями Сердца Ведь большая Часть Как ущерба Так и исправления В наших делах Зависит Ни от чего Другого Как именно От этих вещей От степени Правильности Их Или Испорченности Как сказано В писании Пуще всего Береги свое сердце Ибо оно Источник жизни Сердце это Что такое сердце Это не сердце Сердце у нас Это истинное желание Человека Там то что крутится То что на процессоре Находится То что постоянно В голове Как рука Вот там И вот там находится Зовите это подсознание Назовите Откуда это приходит Но это что Что есть человек Конечно Методия И дальше Равину Бахья Приводит Еще Несколько Источников Историй Из Других мест Наха Которые Все как один Говорят О том Насколько важно Беречь Мысль человека Приведем еще несколько Цитат Ибо побуждение Сердца человеческого К злу С юности его Так сказано Второй бы решит Или Ибо я знаю Побуждение его Еще сказано Ибо все сердца Исследует Господь И всякое побуждение Мыслей знает И Один за другим Приводит Цитаты Из Танаха О чем Тут идет речь Почему так Коротко Но так Существенно Для нашего Обсуждения Вся эта тема Давайте начнем По крайней мере С того Что поймем Одну интересную Одну интересную Вещь Которая может Нам прийти в голову Которая может быть И не приходит Что Мысль Она Более весома С точки зрения Нарушений Повеления Всевышнего Чем Речь И тем более Чем действие Это такой степень Сказано О том Что Аруре Авера Кашим Авера Ацма Мысли О Каком-то Согрешении Они более Тяжелые Более Преступны Чем Самого Нарушения Как это Понять Человек Думает О убийстве Он не убил Ну так Ну так Не убил Если Я убил Я же не убил Хотел Украсть Но не украл Тем не менее Оказывается Что человек Он Осуждаем Именно За его мысли Почему Почему Давайте Во-первых Найдем Сразу Этому Подтверждение Чтобы было Ясно И понятно Например Самое Брасающееся В глаза О том Что Мы знаем Что Самые Такие Большие Нарушения Которые У нас Есть В Торе Называется Шлошта Ворота Три Основных Которые Есть Это Кробопролитие Это Идылопоклонство И это Блудство Теперь Мы знаем Также Что Второй Храм Был разрушен Из-за Злого Языка Как Называется Беспричинная Ненависть Но В принципе Это было Из-за Того Что Люди Нарушали Законы Из-за Злословия Теперь Можно ли Сравнить Злословия Из-за Которых Был Точно Так Разрушен Храм И С Тремя Этими Страшными Нарушениями Которые Есть Они Казалось Бы Несопоставимы Это В действии А Это В разговоре Вдруг Оказывается Что Этот Разговор Это Злословие Которое Господство Тогда В тот Период Оно Имеет Гораздо Более Тяжелые Последствия Для всех Для человека И для всего Общества Чем Эти Три Самых Больших Нарушения Которые Можно себе Представить Значит Они Действительно С точки Зрения Оценки Правосудия Они Гораздо Более 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 Сложные Более Порицаемые Которые Есть Точно Так Мысли Точно Так Же И Мысли Поэтому Надо Знать О том Что Разговор Более Высок Чем Действия Мысль Она Более Высока Чем Разговор Почему Ясно И очевидно Потому Что Мысль Является Источником Как Разговора Так И Действия Поэтому Если Смотреть В корень Если Корень Чист То Из Чистого Корня Исходит Все Остальное Чистое Если Мысли Добрые То И Все Что Исходит Из Человека Это Добро Если Мысли Они Злые То Исходит В него Зло Поэтому Столь Важна Чистота Помысла Человека Более Того Более Того Это Можно Понять И Более Ясно Что У Человека Есть Тело Но Мы Видим У Животных Тоже Есть Тело Поэтому Когда Человек Нарушает Что-либо В действии Он Нарушает Что Называется Часть Называется Бхими Часть Животного Своей Души А Человек Пришел В этот Мир В первую Очередь Исправить Более Высокие Часть Не Только Это Часть Бхими Часть Есть У него Есть У Животных Это Часть Естественно Что Это Важно И К этому Направлено Большинство Повелений Которые У нас Есть Но Основное Исправление Которое Должно Быть Оно Тут Посередине Для Исправления Качеств Человека Исправления Своего Я Своего Эгоизма Для этого Человек Приходит В мир А Это Более Высокий Уровень Почему Потому Что По Строению Нашей Души У нас Идет Вначале Это Животная Душа Над Ним Находится Этаж Человеческих Качеств И эмоций Которые Следует Справлять И только Еще Выше На самом Верхнем Этаже Находится Мысль Человека Теперь Если Мысли Человека Они Более Высокие Более Высокие К чему То есть Они Более Близки К Источнику Первым Источником У всех Этих Мыслей К самому Творцу Значит Оно Более Важное А если Оно Более Важное Значит Оно И Судится Более Строго Более Строго Этому Уясняется Страшная Вечь О том Что Мысль Человека Это В принципе Самое Центральное Что В нем Есть Так У нас Называется Гиргур Гевера Маза Гиргур Гиргур Это Перевод Русский Мало Что Нам Объяснит Рассуждение Осмысливание Это На языке Аторы Где Смотрим Всегда В корень Корень Это Идея Этих Мыслей Это Героин Это Беременность Зачатие Поэтому Все Что Мы Видим В действии Она Всегда Вначале Находилась В зачаточной Форме В какой-то Мысли Которая Пришла Проскочила И Постепенно Она Развилась Еще Больше Больше Пока Она Не Вышла В какую-то Форму В этом Мире Проявилась В действии В каком-то Нарушении Итак Центральное Место Вокруг Чего Все Происходит И Все Развивается Это Человек Мысль Все Вокруг Него Итак После того Как мы Разобрали Что Это Крайне Важно Более того Это Важнее Чем Практически Все Остальные Уровни Которые Есть Давайте Спросим Следующий Вопрос А почему И вообще Мысли Надо контролировать То есть То что он Говорит Тут Осторожности В мысли О том Как хранить Ее Надо хранить Мысли Видите что он Говорит Мысли Надо хранить Чрезвычайно Важно Для тебя Не уклоняться От того Чтобы следить За своими Мыслями Идеями Побуждениями Сердца Нам в голову Не приходит Что надо Следить За этим У нас Мысли Приходят Уходят Вообще Не обращаем Даже Внимание Мы полагаем Что мысли Это и есть Мое Я А он Что пишет Следите За своими Мыслями Значит Еще Есть Я Который Может Следить За этими Мыслями Эти мысли Полнее Возможно Может быть Не я Ну а если Это не я То откуда Это появилось В моем же мозгу Это появилось Для этого Нужна была Предыдущая глава Чтобы знать Что это такое Понятие Называется Дарное побуждение Называйте Как хотите Некая духовная Субстанция Которая может Нам Что называется Мысль Подкинуть Какую А вот как Он и пишет Злую Неправильную Что у нее Есть Там Степень Правильности Не та Или Испорчена И так далее По разному Определяется Мысль Человека Все вокруг От него Вертится Она Приходит У нас Мысль Уходит От нас Мы что Можем Контролировать И мы видим Действительно Что с точки зрения Просто Здравого Смысла Человека То что принято В человеческом Обществе Не у нас Не Тора А просто Во всем мире Нет контроля Над Мыслей Это не потому Что Тот который Устанавливает Закон Да То есть Есть В любом Обществе Есть Парламент Который Устанавливает Законы Того общества Где Где Люди Где это общество Законы Это общество Устанавливает Эти законы Не предусматривают Контроля Над Мыслью Почему Не только потому Что нельзя проверить Что человек думает А по сути С точки зрения Философии Которая Общепринято В мире И тем более Сейчас Люди живут По простому Принципу Какой принцип Не мешай Мне Я не буду Мешать тебе Живи И дай Другим Жить Видите У нас много Много Принципов Которые Или есть Так сказать Другие Формулировки Каждый Сходит с ума По своему Только не мешай Живеть Я не мешал Светское общество Казалось бы Оно такое Пролистическое Которое Что я хочу То и делаю Но вот Именно этому правилу Оно полностью Подчиняется Каждый Ходит с ума По своему Каждый Делает Не мешая Мне И тем более Тем более Это касается Мысли человека Причем тут Причем тут Что за ограничение Мысли Наоборот У нас есть Свобода мыслей А общество У нас построено Наоборот Свобода мыслей Думай что угодно И соображай что другое Пусть у тебя Будет мысль правильная Пусть будет неправильная Твои Наслаждайся Это твое Это ты Это быть гордым Этим Пожалуйста Еще пиши Сейчас запишут Прямо так сказать Все есть Раньше возможности Не было А сейчас люди Все свое Каждое свое мнение Публикует Пишет Ааа Хорошо Нету запрета У нас свобода Свобода Разрушает Не разрушает Другое дело А что за этим стоит За этим стоит Ясное Понимание Этих мыслителей О том что В мире нету Абсолютного добра И нет Абсолютного зла Невозможно Сказать о том Что Плохая мысль Она Сама по себе Плохая Такого не существует Какое тебе дело До того Вообще Что человек Какое дело Что человек думает Кому это Кому это мешает Сиди спокойно Там тихо В углу И плохо себе Думай Других людей Столько времени Сколько ты мне Не мешаешь Делай что ты хочешь Думай что хочешь Мечтай Хочешь А сиди Там тихо Спокойно Там смотри Мечтай Ничего не делай Нет понятия Зла само по себе В этих мыслях А что мысли Что мысли Это неплохо Это никому не мешает Приходит урай И говорит Все наоборот Запрещено Не иди за своим сердцем За своими мыслями Проверяй их Видите Что тут сказано Надо Быть Осторожны В мыслях Хранить их Уклоняться До того Чтобы следить Мысли Идеями Побуждениями Сердца Ведь большая часть Как ущерба Так и исправление Наших делах Зависит от того Что именно В этих вещах Все идет от мыслей Исправления Или Ущерб От степени Правильности Этих мыслей Или испорченности Все от них идет Тура приходит И она говорит Нет 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 Секундочку Никакой свободы Мысли нету Почему Потому что Тут есть принцип Который Прячется За этим Страшный Принцип Тура Запрещает Вредить Самому себе Как маленький Ребенок Ему Дали Игрушку Маленького Ребенка Иногда Дает Игрушку Но Дали Чересчур Дорогую Игрушку А ребенок Это Его игрушка Я знаю Пах Пах Не знаю Там Использовался Не по назначению Человеку Дали Разум Он совершенно Не понимает Что это Подарок Разум В молекулах Не находится Он нигде Не находится Присущ Ничему В мире Материал Разум Это Хелек Илок Мим Это Часть Самого Творца Творец Если Его Как-то Пытаться Сказать О нем В Понимании Нашем Это Великий Разум Это Высший Разум Назовите Разум И то Что у нас Есть Наша Способность Осознать Мир Говорить Мыслить Это Благодаря Подарку Который Мы получили Который Он Вдул Нас У нас Было Тело У нас Было Просто Что Называется Робот Мы Были Как Истукан Его Называют Или По-другому Примат Прям Как Обезьяна Была Обезьяна Вот Без Разум А Потом И Вот Добавилось Это Дополнительная Часть Которая Сделал Его Человеком Разумным Он Стал Разумным Это Подарок Который Он Получил Что Делает Вред Он Говорит Послушай Я Тебе Даю Такой Подарок Такой Дорогой Для Чего Тебе Даю Для Того Чтобы Ты Имел Чистые Мысли Чистые Помыслы Чтобы Пользовался Это Подназначением Чтобы Ты Понимал Разумом Куда Ты Идешь Что Есть Грядущий Мир И Что Надо Поставить Всю Свою Жизнь Что Это Жизнь Это Испытание Поставить Ее Под Контроль Разума Чтобы Ты Мог Достичь Цели Для Которой Ты Пришел В Этот Мир Для Этого Я Тебе Даю Разум Но Береги Его И Знаешь Что Я Тебе Буду Наказывать Что Ты Не Будешь Его Адам Решу Первый Человек Он Был Сотворен Как вы знаете Никого Не Было И ему Повелели Не Ешь Дерево Познания Добра И Зла Хорошо Что Там Было Не Важно Есть Запрет Скажите Кому Это Мешало Там Никого Не Было Ну Съезд Не Съезд Кому Это Может Помешать Это Никому Не Мешает Это Мешает Им Нас Это Полный Запрет Вредить Самому Себе Есть Как правило Понимание Относительно Правильное Это Надо Понимать О том Что Все Повеления Они Делятся На Две Категории Между Человеками Творцом И Человеками Человеком Так Мы Знаем Так Мы Учим Написано Верно Но Они Все Построены На Одной Базе Между Человеками Самим Собой Если Нет Этой Базы Человек Собой Самим Собой Он Не Оберегает Свою Личность Не Строит Свою Личность Не Исправляет Свою Личность То Все Остальные Законы Они Не Не Имеют Той Базы На Которая Может Теперь Все Это Исполнить На Нужную Форму Правильной Форме Все Начинается С Этого То Раз Оставляет Человек Оберегать Самого Себя Это Самое Важное Это Самое Важное Например Есть Закон Сказано Альтикалель Хиреш Слово Ликалель Это Означает Проклинать Или 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 Ругать Или Говорить Что-то Плохое Такое Знаешь Ругаться Абать Кого Глухого Глухого А что Он же Не Слышит Какая Тебе Разница Главное Можете Улыбаться И при этом Такое Знаете Там Построить В один Этаж Два В три Скажите Самые Большие Проклятия Которые Есть Он вас Все равно Не Слышит Какая Вам Разница Наоборот У вас Какой-то Приступ Гнева Найдите Глухого И Все равно Это Никому Не Мешает И Скажите Все Что Вы Думаете О мире Я не знаю О своей Жене О детях О мужа Найдите Глухого Скажите Запрещено Во-первых Запрещено Лекалели Проклинать И Человека Который Слышит Но Тора Подчеркивает Именно Глухого Значит Это Не направлено На то Чтобы Оберечь Общество От Такого Не Очень Удачного Человека Это Направлено В одно Единственное Направление Чтобы Выберечь Человека От Самого Себя Потому Что Если Ты Будешь Говорить Эти Нехорошие Слова Эти Ругательства Эти 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 Проклятия Будешь Говорить Ему Ты Станешь Плохим Это Укрепляет Зло Которое Есть Твоей Души Почему У тебя Вообще Это В душе Находится Это Зло Откуда У тебя Слова Появляются Откуда У тебя Потребность Ругаться Проклинать Говорить Плохое Другого А Ты Вытащил Это Ну Теперь Еще Более Забетонировал Да Возможно Что Это Существовало Тура Запрещает Это Это Причине Запрещено Все Остальное Что Люди Не Понимают Какая Вам Разница Ну Мы Смотрим Посмотрели На Это Ну Есть Многие Люди Которые Я Прихожу После Работы Мне Надо Расслабиться Мне Надо Я Посмотрю Два Три Фильма И Спокойно Засыпаю Даже Уже Сейчас Не Реагирует Войнушка Фильм Ужас Засыпает Потому Что Какая Разница Уже Все Никакого Чувствительности К этому Нет И Кажется Что Это Такая Вещь Казалось Б Безвредная Ну Что Или Что Говорит Советские Фильмы Помните Они Были Моральные Они Были Идейные Они Были Еще С Ким То Юмором Для Нас Понятно Естественно Казалось Б Ничего Такого Плохого Нет Ну Смотрите Но Если Мы Хотим Оберечь Центр Всего Центр Всего А мысль Человека Мы должны Понимать О том Что Все Что Мы Видим Все Что Мы Осознаем Это Становится Частью Нас Наша Голова Она После Этого Будет Крутиться Во всем Это Порой Иногда Думаешь Как Люди В состоянии Функционировать Даже Просто На Работе Они Вечером Насмотрелись Столько Всяких Разных Мельканий Фильмов И Фильмы Сейчас Это Не то Что Были Раньше Раньше Были Какие-то Идейные Фильмы Какая-то Знаете Оставляло Впечатление Может Какая-то Мысль Которая Была За Всем Что-то Что-то Было Что-то Сейчас Все Построено На Эффектах На Чтобы Тебя Напугать Чтоб Тебя Заставить Центры Мозга Которые Наслаждаются Эти Это Два Центра Которые Обратите Внимание Как Это Устроено Почему Мы Так Хотим Смотреть Фильмы Почему Настян Всякие Ролики И на Какие Обратите Внимание Все Что Связано Пряжу Прошу 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 Порнографии То Ли С Убийством Насилием Это Два Центра Жизни Одно Которое Хранит Человека Как Человека Другое Связано С С С Прошу 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 Своего Рода Два Древа Все Это Жизнь Поэтому Не Столь Сильны Поэтому Эти Места Которые Больше Всего Раздражение Мозговых Центров Больше Всего Возбуждает И Наслаждают Человек Поэтому Проще Всего Сразу Искать Где Что-то Такое Остренькое Или Какое Насилие Поэтому Кто-то Мне Сказал Сейчас Люди Дошли Тот Кто Делает Из Прибыль Они Люди Которые Вкладывают Умеют Обращаются К психологам Начинают Разбираться До чего Дошли Дошли До простого Понимания О том Что Эти два Центра Надо Сместить И Теперь Что Оказалось Что Насилие И Женщины В одном Лице Я Не знаю Не в курсе Но Так Говорят О том Что Сейчас Практически Все Все Фильмы Там Уже Вот Мужской Образ Который Сильный Который Там Пах По морде Поменялся Женским Образом Который Точно Так же Успехом По морде Дает Всем Остальным Мужчинам И Тогда Это Привлекает Больше Потому Что Это Наслаждение Двойное Видите Купили Как по русски Говорят Купили Один За Два По цене Одного Два По цене Одного Купили И Это 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 С девочками И купили Это С насилием Все вместе В одном И пожалуйста Люди Смотрят Еще больше Кассовый успех Вообще Невероятный Но это же Все верится В голове Человек Думает Я посмотрел А что Я забыл Он Не забыл Это Все Это Еще 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 Все Крутится Кому Прийти На работу И вообще Функционировать Если Все Это Все Все Это Все Это Постоянно Роет В голове Только Только Может быть Концентрацию Чуть-чуть Отойди Раз Сразу Вернется И что-то Будет Крутиться В голове Твора Это запрещает Говорит Не иди За этим Сердцем Не иди За своими Глазами Не иди Почему Потому что Ты Ты Приносишь Вред Самому себе Приносишь Вред Самому себе И так У нас Нету Свободы Выбора Я извиняюсь У нас Нет свободы Мысли Мысли Надо контролировать Мысль Должна быть Правильная Она должна быть Что-то На правильное Деяние Должна быть На правильное На правильное Направление На правильное Понимание На правильное И все остальное Что это связано Давайте еще чуть-чуть Углубимся В это Когда мы говорим О мыслях То У нас Мы в качестве Мыслителей Редко В этой роли Находимся То есть Когда речь Действительно О мыслях В основном Человек Вогружен В мечтания В фантазии В Это Сила Гораздо Более Доминантная В человеке Чем просто Способность Мышления Но иногда Он мыслит Когда мы говорим О мышлении То они Действительно Могут быть Они действительно Могут быть Неправильны Они могут быть Испорчены Могут быть Плохие мысли Действительно Могут быть Это одна Категория А другая Категория Это просто Чистые фантазии Человек Устроен Таким образом Это одно Из испытаний Колоссальных Которые У него Есть Сейчас Дальше Мы поймем Что эти Плохие Мысли Это тоже Испытания Сейчас Дойдем До этого Это его Сила Воображения Сила Воображения Она Она Как бы Была Силой Внешней В момент Когда Было Еще Перед Грехом Первого Человека После Этого Греха Эта Сила Она Становится Частью Самого Человека Она Становится Соперником Соперником Разума То есть Они Конкурируют За Центральным Процессором Который Управляет Человек За сознанием Что Сейчас Сознание Находится Мелькает Просто Обрывки Мысль Каких-то Фантазий Каких-то Чего-то Желаемого Или Какая-то Действительно Мысль Сила Разума Которая Она Работает И которая Пытается Что-то Осознать Понять Пройти К какому-то Выводу Что-то Принять Что-то Наоборот Оттолкнуть Отвергнуть Кто Выигрывает Все Зависит От того Что Она Тренирована Ответ Все Этот Знают С детства У нас Мы Тренируем С детства Мы Тренируем Воображение Ребенок Он Рождается В начале Восприятия Он Всецело Чувственное Всецело Посредством Воображения Постепенно Постепенно Сила Разума Она Укрепляется И В надежде Что Когда он Уже Подрастает Начиная С 13 Лет 17 20 И так Дальше Эта Сила Она Будет Способна Оценить Адекватно Эту Реальность Вокруг Нас И Понять О том Что Понятие Разумом А не Воображаемыми Картинами Разум Он Соотносится С реальностью С тем Что Есть Воображение С тем Что Нет Воображение Само По себе Без Разумности Который Он Вообще Не Существует Воображение Как Довесок Который Может Взять Что-то Что Уже Существует В реальности Его Изменить Поменять Добавить Оно Не Что-то Даже Придумать Такое Что Даже Вообще Принципиально Не Может Быть Она Всегда Будет Возироваться На Что-то Что Уже Разум Уже Может Да Сказать То есть Другими Словами Воображение Оно Может Быть Только На 99 Процентов Оно Может Быть Ложным Она Лож Она Не Может Существовать Само По Себе Нет Сто Процент Лжи Сто Процент Лож Она Не Существует Она Само Уничтожается И всегда Нужна Какая-то Доля Истины Чтобы За Него Ухватиться И вокруг Него Все Это Построить И Всегда Ее Указывать Вы Видите Ну Это Же Так Вот Тогда Можно Тыкая Один Процент Истины И Закрывая Глаза На 99 Процента Вот Так Можно И жить В Воображаемом Мире Фантазиях И Быть Уверенной На Все 100 Процентов Что Идете По Правильному Пути Истина Перед Вами Раскрыта Все Хорошо И Человек Полностью Живет Просто В своем Воображении Борьба С Это Одна Из Самых Центральных Испытаний Которые Есть В Человеке Надо Знать Что Это Одно Самых Центральных В Принципе Победа Разум Над Воображением Это Как Б Ключки Вообще К Счастливой Жизни К Пониманию Всему Что Есть Ведь Когда Мы Говорим Что Есть Поступки Разумные Есть Поступки Неразумные Верно Что Значит Неразумный Поступок Неразумный Поступок По видему Был Не Произведен Разумом Который Способен Видеть К чему Этот Поступок Приведет Значит Он Больше Был Пробужден Этот Поступок Воображением Которое Никакого Предвидения Событий Не имеет Никакого Принципиально Воображение Только То что Сейчас Вот В этот Момент То что Доставляет Удовольствие То что Выгодно Сейчас И Что К чему Это Приведет Дальше Это Просто Не Часть Свойств Качеств Воображения В отличие От Разом Он Может Взвесить Как То что Происходит Сейчас Так И То что Произойдет Из-за Этого Будущем Поэтому Борьба Между Разом И Воображением Это Борьба За Жизнь Борьба За Своё Счастье Борьба За Свою Личность Борьба За Свою Грядущую Свою Жизнь Разом Это Тот Который Может Привести К Грядущему Миру Воображение Увести От Него Это Основная Борьба Которая Есть Поэтому Если Мы Продолжаем Усиливать Силу Воображения В себе Рассматривая Всякие Картинки Полагая Что Это Совершенно Без Вредно То Это Не Так Мы Этим Самым Только Усиливаем Силу Воображения Которую Ведет В другом Месте Нас От Правильного Пути Так Или Иначе Тора Повелевает Беречь Центр Всего Сказано У нас Соф Ма Се Мах Шават Хила В конце Любого Деяния Любое Деяние Которое В конце Где Находится Ее Начало В Мысли Человек Поэтому Если Не Оберегаешь Эту Мысль Она Нечиста То В конечном Итоге И разговор И деяние Оно Породит Соответствующее Зло Все Надо знать О том Что Есть Полное Соответствие Между Вот Этими Что Крутится Внутри Человека В его Представлении Как он Видит Самого Себя Как мы Сказали Это Он Оберегает Себя Не Оберегает Себя Он Приносит Вред Самому Себе И Отношение К другим Человек Плохой Плохой Человек Почему Плохой Человек Плохо Говорит О других Ведет Себя Недостойным Образом В отношении О других Ему Плохо Самим Собой Эти Люди Мучаются Плохо Самим Собой Им Плохо Самим Собой А не Плохие Другим Людям Человек Которому Хорошо С собой И видим Как ему Хорошо С другими Ему Хорошо С другими Это две Разные Категории Людей И где Все Находится Все Находится Вот В самом Святом Месте В самом Драгоценном Подарке Дорогостоящем Который Человек Только удостоился Его разум В его мыслях Которые Подарили ему Как возможности Производить Этот свет Еще Мысль Еще Мысль Еще Мысль Чудеса Человек Думает Человек Понимает Осознает Это неестественное Явление Мы просто Привыкли К этому Только поэтому Мы не обращаем Внимания Эта вещь Совершенно Не присуща Всему этому Материальному Инертному Миру Человек Думает Так вот Это Место Тут сказано Что мы должны Оберегать Ему Всеми силами Всеми силами Снова Давайте Прочтем Чрезвычайно Важно Для тебя Не уклоняться От того Чтобы следить За своими Мыслями Идеями Побуждениями Сердца Мыслями Идеями Побуждениями Сердца Мысли Это то Что про Человек Действительно Думает Идеи Это В конечном итоге К чему К каким Выводам Он приходит А побуждение Сердца Это По большей степени Это те Воображаемые Те силы Воображения Которые увести Может и в другую сторону Сила Воображения Это не вещь Которую Не поняли Неправильно Она Зло Само по себе В мире Зла Нету Воображение Это Единственная Сила Которая Находится В мире Как испытание Оно Наоборот Если только Ее обуздать То Ну Является Базой Всей творческой Деятельности Человека Все творческие Люди Обладают Хорошей Фантазией А только Фантазией Которую Не способна Контролировать О Тогда Это уже Творит Что-то Новое Творческая Деятельность С этого Исходит А если Воображение Оно Бесконтрольное Не следим За ним То оно Как Дикий Мустанг Оно Туда Сюда Имеет Разрушительную Силу Полную Деструкцию И Большая часть Как ущерба Так и Исправление Наших делах Зависит Ничего Другого Именно От Этих Вещей От степени Правильности Или Использенности Сказано Есть Мысли Правильные Это Как наводка На Стрелу Если Правильно Мы Навели Я не знаю Там Или Ружье Или Стрелу Правильно Точно В цель То есть Шанс Что он Долетит До цели А если Мы Изначально Навели Не Точно То Естественно Что это Улетит Совершенно В другое Место Так Так И тут Правильная Мысль Приведет К Правильному Деянию Изначально Нужно Стремиться К тому Чтобы Прийти К правильной Мысли Кстати Слова Правильные Мысли Нас Пугают Особенно Выходцев Из Тех Мест Где Пытались Привить Нам Правильные Мысли И Действительно Столько Время Сколько Источник Этих Правильных Мыслей Правильные Мысли Других Людей Вы Нужны Очень Быть Осторожны Очень Чувствительны И Очень Оберегаться Этого Но Это Не Значит Что Не Существует Это Правильность В мире Вообще В Понимании Что В мире Нет Что Есть Абсолютное Добро Что Есть Абсолютное Зло В мире Где Нет Понимания Абсолютно Истины Абсолютно Лжи Действительно Неуместно Всему А Где Это Да Есть Если Есть Тора Есть Абсолют То Есть Правильные Мысли И Есть Правильные Деяния И Это То Что Мы Как Люди Идущие По пути Этому Должны Выяснить И Нас Спрашивают Как Жить Жить Очень Просто Надо Выяснить Что Правильно И Все И Жить Согласно Этому Верно Это Иногда Сталкивается С вашими Привычками С Вашей Ленью Еще Чего С целым Списком Плохих Наших Качеств Видите Это Иногда Очень Сложно Соблюсти Тем Не Менее Надо Знать Что Это Да Есть В мире Существует Мы Должны Выяснить И Жить Согласно Этому Жить Согласно Этому Вращая Вся Нашу Жизнь Что-то Другое Совершенно Встает 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 Вопрос После Этого Который Каждый Из Вас Наверняка Чувствует Ну После Того Как Вы Убедили Что Так Важно Хранить Мысли Это Святое Место Которое Надо Хранить Как Ему Хранить Это Совершенно Бесконтрольно Я Могу Действия Сейчас Подому Руку Я Поднял Руку Закрой Глаза Закрой Глаза Сказать Видите Я говорю Могу Молчать Как Ему Контролировать Мысль Они Приходят Казалось Совершенно Бесконтрольно И Действительно Еще плюс Еще Как мы Сказали Наказание За этого Еще больше Чем Задеяние Как Контролировать Мысль Это Возможно Да Или Нет Ответ Да Если Тура Повелевает Нам Это Значит Ничего Невозможного Нет Теперь Сейчас Слушайте Внимательно Это Тема Сама По себе Мы Не будем Тут Раскрывать Как Отдельную Тему Но Одно Что Важно Существенно Да Скажем Так Принято У нас Сразу Разных Источников Найти В разных Местах Мысль Плохая Которая Приходит К человеку Это Не Его Это Испытание Например Пробудилось Вашем Сердце Не дай Бог В нашем Сердце Мысль Что-то Приобрести Незаконным Путем Казалось Казалось бы Вот вам Вот Вот Видите Ну о чем Я думаю О чем Я думаю Все Сеств За это Получил Наказание Тут Надо Понять Колоссальную Разницу Когда Приходит Подобная Мысль Неправильная Мысль Назовем Неправильная Ну что ты С ними Делал С этим Мыслью Есть Две Возможности Одна Возможность Как только Мысли Приходят Точно Ее Тут Раз Я Отфутболить Прямо Прят На месте Взорвать Отклон Если Человек Живет С пониманием Что Разум Это Святое Место И Надо Соблюдать Его Чистоту Это Для Него Это Будет Эти Мысли Чувствительны Как будто На вас Муха Села Обратили Внимание Муха Села На человека Мы Сразу Ее Пытаемся Отогнать А Оса Моментальная Реакция Чем Отличаются Праведники От Людей Простых У них Как Знаете Как Есть Реакция На Еду Иногда Вы Видели Это Страшная Вещь Как Правило У всех Большинство Людей Едят Подряд А Есть Люди У Которых Есть Рогишут Чувствительность На Определенные Виды Пищи Съели Моментально Покраснели Чувствительность Такая Это Чувствительность Физиологическая А есть Чувствительность К Нечистоте Нечистоте Мысли Чем Праведник Отличается Для Них Пришла Мысль Какая-то Нечистость Для Них Это Как Будто Они Взяли Отраву Что-то Что Сейчас Все Тело Не покроется Не знаю Ранами Они Сразу Это Изрыгает Сразу Отвергает Отталкивает Моментально Моментальная Реакция Как Инстинктивная Моментальная Реакция Такие Мысли Даже Самые Плохие Которые Придут Это Испытание От Чуть Самой Высшей Инстанции Зла Которые Есть Особенно Для Праведников Из-за Него Никакого Наказания Нету Никакого Наоборот Из-за Ты еще Получишь Вознаграждение Почему Потому что Отогнал Эту Мысль А если Эта Мысль Пришла И Оценили В качестве Чего-то Что Довольно Таки Доставляет Удовольствие А что Такое Как раз Муха Села Мне Вот В мое Грязное Место И так Слегка Мягко Говоря Меня Почесало Приятно Так Приятно И более Того Даже Подумали О других Местах Что Там Тоже Может Быть Если Сел Бы Там Или Может Может Сделал Бы По-другому Свой Круг Вкруг Этого Места Начинаем Вдруг Эту Плохую Мысль Неправильную Мысль Начинаем Развивать Понимаете Что такое Развивать Мысль Плохую Надо Представлять В такой Форме В такой Форме Могло Бы Так Могло Бы Так О За Это Есть Наказание Вот Это Есть Ататур За Это Есть Действительно Наказание Почему Потому Что Тебе Дали Это Испытание Ты Мог Нет Никаких Сомнений Что Плохую Мысль Можно Отогнать Но Ты Это Не Сделал Ты Сразу Сдался Сразу Поднял Руки Сразу Попал В Капкан Этого Дурного Побуждения Который Тебе Выстроил Этими Плохими Мыслями О За То Что Ничего Не Делал Не Пытался Не Боролся Не Был Файтером Не Был Борется Вот Это Получишь Наказание За Это Приходит Наказание Прости Внимание Что Современная Психология Уже Дошла До Этого Что Центр Всего Это Мысль Есть Много Разных Подходов Как Помогать Людям С точки Зрения Психологии Одно Из Самых Разбитых И Очень Мощных Направлений Психологии Когнитивная Психология Она Как раз И обращается К разному Человеку Более Того Все Системы Новые Которые Действительно Дают Какой-то Результат Это Попытка Повлиять На Мысли Человека Или По-простому В одном Предложении Просто Перенаправить Плохие Негативные Мысли Построить Какой-то Алгоритм Который Позволит Эти мысли Моментально Перенаправлять На мысли Положительные Другие Конструктивные Всего лишь Простое правило Это Долго Учат Долго Тренируется Разбирает Как это Конкретно Существить Но Принцип Он Очень Простой Который Записан Уже Тысячелетия Назад Контроль Над Мыслями Человек Который Умеет Контролировать Мысли Это Человек Который Жаль Вообще В другой Категории В другом Измерении У него Другая Жизнь Совершая Кто Не контролирует Кто Наоборот Постоянно Сдается Не пытается Бороться Живет В нижних Мирах Скажем Так Где Это Воспитывается Это умение Бороться Например В учебе Самая Самая Такая Показательная Учеба Которая Есть Она Не Учеба Предметам Которые Знакомы Нам Физика Химия Прочего Где Это Дурно Побуждение Помогает Нам Потому что Если Мы будем Успешны В учебе Мы будем Людьми Почитаемыми Мы сможем Закончить Университет Мы получим Диплом И мы Моем Зарплату И так Далее Самая Учеба Как Такая Которая Развивает Чисто Душу И разум Это Учеба Торы Никакое Там Вознаграждения Нет Особенно Уважение Как мы видим Из этого Не исходит Просидеть Целый Два Седора Просидеть Четыре Часа Еще Четыре Часа Как Минимум И не Сбиться На Всякие Картинки На Всякие Мысли Другие Даже Которые Правильные Там Нужно Сходить В банк Надо Успеть Сходить Купить Пеленки Всякие Разные А быть Сконцентрирован Только в Одном Сколько Сил Надо На Это Положить Это Постоянная Борьба Это Постоянная Тренировка Своего Разума Чтобы Не Дать Никаким Посторонним Мыслям Вторнуться В Эту Святую Область Фу Кто Преуспевает В этом Действительно У него Есть Сила Разума Которая Способна Это Итак Залог Он Очень Простой Очень Всего Надо Надо Контролировать Надо Контролировать Свои Свои Мысли Кто Контролирует Кто Хранит Их Понимает Что Есть Правильно Что Неправильно Он В принципе И Готовит Своё Я К Вечному Существованию Человек Живёт Тут 70 80 120 Лет Верно Но После 20 Приходит Время Расстаться С этим Миром С Фантазиями Желаниями Всякими А что От него Остаётся Если Грядущий Мир Он Всецело Разум То То Что Мы Построили В разуме В этом Мире Это То Что Остаётся Представьте Себе Что Человек Провёл Практически Всю Свою Жизнь За Просмотром Очень Увлекательных И Очень 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 Профессиональных Фильмов Всяких Разных Развлечений Всего Прочего Он Хорошо Провёл Свои Эти 80 Своих Лет До 120 Лет Но Всё Это Часть Этого Мира Он Ничего Не Построил Для Грядущего Мира Ну Ты Что Не Знал О том Что Грядущий Мир Это Разум Ты Не Видишь Что Вся Тора Она 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 Направлена На Что Уберечь Твой Самых Разных Сторон Начиная С действия Начиная С С Обратной Стороны Ограничь Действия И повлиять На твой Разум Ограничь Речь И повлияет На чистоту Твоего Разума Береги Свой разум Сам По себе Береги Себя Сам По себе Для чего Тебя Беречь Сам По себе Потому Что В грядущем Мире Я один Сам С собой Я Ничего Не Подготовлю То есть Я проиграл Всю Жизнь Всю Жизнь Проиграл Не Часть Какую Всю Жизнь Почему Потому Что Я Ту Самую Часть Разумную Которая Самое Основное Что Есть Во Мне Я Не Развил Я Не Построил Там Ничего От Меня Нет Общий Итог Это Все Что Сказано По этому Поводу Ведь Мы Тут Добавили Много Теперь Перейдем К Общему Итогу Который Он Завершает Полностью Этот Врата Пятый Называется Посвящение Дел Как мы Говорили Это Посвящение Дел Это Все Что Мы Делаем В этом Мире Должно Быть Во имя Всевышнего То ли В действии То ли В разговоре И вот Мы Сегодня Это Разобрали И В Мысли Итак Брат Мой Ты Должен Стараться Чтобы Все Твои Дела Были Чтобы Все Твои Дела Посвящены Были Творцу Благословенному И Да Не Будут Труды Твоими Пустыми И Хлопотами Напрасными Видите Вот Это Вот То Что Мы Говорили Чтобы Небо Если Ты Не Направляешь Все Это На Это То Вся Твоя Жизнь В принципе Скипой На Голове С Пейсами Не Знаешь Чем С С Цей Для Людей Для Какого Впечатления Показуха Это Все В этом мире Это Все Остается В этом мире Для чего Там Ничего Не Остается Зачем Вам Отвешивать Серебро За хлеб Чтобы Труды Наши Вас Не Насыщали Говорит Пророк Ишаял И не Уклоняйся Того К чему Я Тебя Побуждал Ведь Я Собрал Тебя Здесь В этой Части Книги Все Главное Что Мешает Посвящать Дела Твои Богу И Каждая Из Этих Вещей Развешивается Множество Других Которые Почти Нет Конца И Так Ты Должен Остерегаться Насколько Только Можешь И Тогда Быть Может Твое Дело Будет Совершенным Перед Богом И Посвященным Ему Желанными Благослонными Принятыми И Руководствуйся В служении Теми же Правилами Которые Ты Руководствуешься В делах Этого Мира Выбираешь Всегда Самое Лучшее Наименее Испорченное Лишенное Какой-либо Подделки Чистое От примесей Если Ты поступишь Так В делах Этого Приходящего Мира То Тем Более Следует Поступая Так же И Даже Вдвое Против Этого В делах Относящихся К миру Будущему Вечному В делах Посредством Которых Ты приближаешься Богу Смотрите Тут Каждый человек Понимает Что в этом мире Человек Как-то Разбирается В том мире В этом мире Пойдем Купить Что-то Даже Тривиальное Я не говорю Про босоножки Женщин Босоножки Например Скажите Кто-то Купил Босоножки В первом Магазине Который Он посмотрел Знаете Зашел В первый Магазин И первые Босоножки Торавида Раз купил Не бывает А если бывает Исключение С правил Которое Только Подтверждение Вошли Купить Мужчины Даже Даже Простые Вещи Которые Галстук Не Надо Может быть Там Лучше А может Другому Оттуда Дешевле Потом Слетаем Туда Потом Вернемся Сюда Купим Уже Когда Устали Купили Где Уже Попалось Смотрите Как Мы Переборчивые К тому Что Нет Не Этот Дом Нет Это Тут Выше Тут Ниже Тут 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 Все Что Касается Этого Мира Человек Смотрите Он Не Прометчиво Приобретает Первое Что Попалось В руки Вовсе Нет А что Он Приобретает Только То Что Он Звесил Сравнил У него Вдруг Появляется Такой Шикульдат Это Какое-то Правильное Решение Какие-то Разумные Логичные Которые Критерии По которым Он Это Приобретает Послушайте Если Так много Усилий Так много Разума Вы вкладываете В приобретение Этого Мира Которые Ну Они же Испортятся Даже через Эти Босоножки У вас На Одну Сезон Всего Лишь Хотя Приравнять К этому Хотя Бы Как Это Также Что Что Связано С Духовной Целью Пребывания Человека В этом Мире Это Что Он Говорит И Руководствуясь Служение Теми Живы Правилами Которые Только Равнишь В делах Этого Мира А Какие Правила В делах Этого Мира Выбирая Всегда Самое Лучшее На Базаре Видели Как Люди Выбирай Видели Как Выбирай Никогда Первое Попавшееся Раз Раз Себе Набрал Все В подряд О нет Самое Лучшее Выбирай Наименее Испорченное Лишенное Какой Либо Подделки Чтобы Смотрите Чтобы Не было Сделано В Азии Или Какое Местное Которое Не считается Непонятно Где Это Некачественное Чистое От Примеси А Если Ты поступаешь Будешь Так В делах Если Ты поступаешь Так В делах Этого Приходящего Мира Тем более Следует Поступать Так же И даже Вдвое Против Этого В делах Относящихся К миру Будущему Вечному В делах Посредственно Которых Ты Прижаешься К Богу И Постарайся В меру Сил своих Очистить Дела Свои От Примеси Личных Интересов Личных Интересов Человек Может быть Сам Знать О том Что Он Выполняет Эти Повеления Потому Что Они Правильно Их Выполняют Знать Что Он Себя Ведет Потому Что Это Правильно Так Себя Вести Он Знает Знает Направление Сам По Себе Вне Какой Либо Связи С тем Оценили Его Не Оценили Посмотрели Не Восмотрели Хвалят Не Хвалят Ни Какой Связи С чему Либо Внешне Что И постарайся Меру Сил Своих Очисти Дела Свои Даже Если От Этого Их Станет Меньше Вместо Того Чтобы Умножать Их Не Очищай Ибо Немного Чистых Дел Это В Действительности Много А Множество Неочищенных Дел Это В Действительности Мало Нет В них Пользы Да То есть Много Нулей Собрать Вместе Это Все Один Большой Ноль То есть А надо Приучить Себя К тому Что Научиться Надо Что-то Однокачественное Однокачественное Поэтому Действительно Говорят Не хватайте Сразу За Все Хотите Что-то Исправить Одно Маленькое Но До Конца Хотите Что-то Выучить Не Учите Все Сразу Это Показуха Учите Одно Предложение Но Только До Конца Одну Строчку Порой Одну Мысль Один Параграф Но Только Понять Хорошо До Конца Одну Митсву Но Выполнить Ее От Начала До Конца И Это Не Мало Это Много Почему Потому Что Это Как Прообраз Который Если Что-то Одно Удается После Этого Смотришь Уже Как Идет По Прогрессии Все Развивается Из Этого Это Как Вкус Успеха Никогда Не поймет Один Раз Понял А Если Я понял Тут Значит Могу Понять Все По Другому И Подводит Он Итог Всему О том Что Надо Следить За Этим Надо Надо Беречь Беречь Своё Я Которое Стро И Делать Это Нужно Только Пробуждением Своего Я Только Пробуждением Своего Есть Очень Важная Очень Важная Мысль Очень Важная Как Мы Можем Повлиять На Своё Казалось Бы Вы Услышите Ответ Учитесь Приходите На Занятия Слушайте Лекции Учите Мусар Этику Еврейскую Учите Тор Верно Смотришь Люди Учатся Люди Участвуют А Это Не Производят В принципе Практически Никаких Изменений Почему Знаете Почему На что Подобен Человек Который Занимается Который Слушает Который Приходит Похоже Подобен На Автомобиль Который Исправный И Который Заполнили Бак Бензин Все Есть Готовенько Чего Не Хватает Чтоб Кто-то Нажал На Стартер Не Хватает Инициативы Не Хватает Вот Этого Что-то Что Все Это Завело Поэтому Столько Сколько Не Слушай Это Все Останется В Пассивном Состоянии А Единственное Что Может Его Вывести Это Личное Желание Человека Это Его Я С Его Мыслями Своими Чистотой Намерения С С С Что Он Соблюдал С С Что Он Готовил С С Которое Заставило Просто Включить Все Уже Готово Только Надо Всего Лишь Надо Проинициализировать Чтобы Инициатива Изошла От него Выйти В явную Форму Подобив Это Творение Всему Самого Творца Сделайте В мысли В словах В речи В деяниях Во всем Человек должен Проявлять Инициативу Он должен Быть Хозяином Жизни А не Жизнь Должна Быть Его Хозяином И Руководителем Итак Мы Говорили Здесь В этой Части Книги О Немногом Из многого О чем Можно было бы сказать И пусть Не покажется Тебе Это Много И не Приморегай Всем О чем Мы здесь Говорили Ибо чем Выше Достоинство Дел Служения Тем более Подстерегая От их Опасности И от Человека Отдаренного Разумением Не укроется Возвышенность И важность Того Что было Предметом Исследования В этой Книге И пусть Удостоит Нас Всевышний По великой Милости Своей Быть Праведными И искренне И исполняющими Его Заповеди На этом Заканчивается Пятая Часть Книги Врата Посвящения Наших Дел Врата Шем Накошем Войду Лошем Благодаря Благодарность Всевышнему За то Что он Достоил Нас Это Начать И завершить Следующее Занятие Мы уже Перейдем К следующей Главе Она Называется Врата Шестые Врата Смирения Не так Будет Просто Всего Доброго Привет Из Руссельны